Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре среда 18 апреля. С главными новостями Республики вас знакомит Альбина Охтова. Сегодня в выпуске. Глава региона провел совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития. Текущей весной ряды вооруженных сил пополнят 430 призывников из Республики. 21 и 22 апреля в Республике пройдет международный конкурс-фестиваль искусств «Южная ночь-2018». Далее об этих и других темах более подробно. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития Республики. Премьер-министр Раслан Узов проинформировал руководителя региона о том, что все расходные обязательства бюджета, в том числе на реализацию майских указов президента страны, выполняются в полном объеме. По его словам, активно ведется оформление граждан, имеющих право на получение социальных выплат на первого ребенка по распоряжению президента России Владимира Путина. Ведется также прием заявлений от семей, в которых родился третий ребенок. Соответствующие расходы в республиканском бюджете предусмотрены. В конце прошлой недели глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, прибывшими в Черкесск из разных муниципальных районах республики. Руководитель региона поздравил ветеранов с наступающим праздником 9 мая и от имени всех жителей республики поблагодарил уважаемых фронтовиков за подвиг в годы Великой Отечественной войны, за возможность жить сегодня под мирным небом. Каждому присутствовавшему фронтовику Рашид Тимрезов присвоил высшую государственную награду республики – орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесской республикой. В ходе беседы ветераны войны поделились своими воспоминаниями, рассказали о своем видении в воспитании молодого поколения и дальнейшего развития республики. Самое главное, по их словам, в сердце каждого человека должна жить любовь и уважение к своей малой родине и стране. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о том, что с 22 по 29 апреля текущего года пройдет Всемирная неделя иммунизации. По данным Всемирной организации здравоохранения, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. Кстати, эпидемиологические расследования очагов кори и эпидемического паратита выявляются в основном у непривитых против этих инфекций лиц. А непривитым по-прежнему остается значительное число детей с необоснованными медицинскими отводами от вакцинации и дети, чьи родители воздерживаются от вакцинации по религиозным или иным убеждениям. Подобные случаи характерны и для нашей республики. Высокий удельный вес в Карачаево-Черкесии как раз-таки составляют отказы вакцинации по религиозным мотивам и в меньшем количестве медицинские отводы. Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Северо-Кавказскому федеральному округу Николай Чернухин официально представил главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимлизову руководителя регионального территориального подразделения ведомства Марата Урусова, который назначен на эту должность министром экономики России Максимом Орешкиным. В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили вопрос развития филиала Росрееста про Карачаева-Черкесии, а также проблемы и задачи, стоящие перед территориальным органом. В следующем году в Карачаево-Черкесии начнется строительство санаторно-курортного комплекса и дороги федерального значения Пхия – кислые источники. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. За счет федеральных средств и софинансирования из регионального бюджета начнется строительство автомобильной дороги федерального значения 4-й категории протяженностью 27 километров. За счет средств частных инвесторов планируется строительство санаторно-курортного комплекса, который будет включать в себя ресторан, процедурные кабинеты, бассейн и тренажерный зал. Реализация проекта позволит увеличить туристический поток на Пхия – кислые источники до 300 тысяч человек в год, а также создать 200 новых рабочих мест. Текущей весной ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнят 430 призывников из Карачаева-Черкесии. Весенняя призывная кампания, стартовавшая в стране 1 апреля, продлится до 15 июля. На военную службу будут призывать граждан 1991-2000 годов рождения. Всего на призывные комиссии Карачаева-Черкесии прибудут более 3000 жителей республики. Из них в ряды вооруженных сил будут направлены 430 человек, которые будут служить в сухопутных войсках, ВДВ, воздушно-космические силы, железнодорожные войска, войска Национальной гвардии, МЧС и т.д. Как мы уже сообщали, впервые в Карачаево-Черкесии с 21 по 22 апреля текущего года пройдет международный многожанровый конкурс фестиваля искусств «Южная волна-2018», участниками которого станут более 500 человек. Мероприятия смогут принять участие как местные коллективы, так и представители из регионов России и стран зарубежья. Конкурс будет проходить в пяти номинациях – инструментальное исполнительство, вокал, декоративно-прикладное искусство, театр и хорографическое искусство. В картиной галереи Черкеска продолжается выставка «Аграрные весенние праздники», где представлены старинные экспонаты, отражающие историю народов Карачаева-Черкесии. На ней представлены различные экспозиции тех времен и той эпохи, которые сейчас многим знакомы и известны лишь понаслышке. В частности, атрибуты для выполнения языческих обрядов, направленных на получение хорошего урожая, и орудия труда конца XIX – начала XX веков. Здесь также можно увидеть фотографии народов Карачаева-Черкесии с различных праздниц, на которых запечатлены национальные костюмы, манера держаться в обществе и многое другое. Выставка продлится до конца мая текущего года. Нюансы подготовки к проведению на территории Республики мероприятий, посвященных столетию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи в ЛКСМ, стали главной задачей темы заседания Организационного комитета, который провел председатель правительства региона Аслан Озов. Планируется, что во всех образовательных организациях Республики пройдут тематические мероприятия, посвященные юбилею даты. То есть лекции, конкурсы рисунков, республиканский конкурс сочинений среди учащихся, фестиваль чтецов «Комсомольская жизнь молодежи в Карачаево-Черкесии» и другие. Освящение обновленного Свято-Троицкого храма в греческом селе Спарта от Гехабольского района состоялось в Светлую Субботу. Богослужение в этом храме проводится более 20 лет, но чин освящения не был совершен. Его строительство было начато в 1996 году на пожертвования прихожан, а основные работы завершились в 1999. Храм, где единовременно могут молиться до 200 верующих, построен в изотийском стиле. Многие годы он был приписным, то есть священник приезжал и проводил богослужения по просьбе селян. Сейчас же священнослужитель находится здесь постоянно. Приходская община за последние два года провела большие работы по внутреннему благоустройству. Изготовлены новые своды, сделаны теплые полы и оборудована новая котельная. Пятый юбилейный благотворительный показ коллекции дизайнеров Карачаева-Черкесии «Фэшн Дэйс» пройдет в Черкесске 10 мая, а вырученные средства будут направлены на поддержку семей с детьми, страдающими ДЦП, онкологическими и другими заболеваниями. Осенью 2017 года на модном показе удалось собрать 180 тысяч рублей. На «Фэшн Дэйс» в Черкесске новые коллекции «Весна-лето-2018» представят 10 известных и начинающих дизайнеров-модельеров республики. В этом году впервые на благотворительном показе будет представлена и коллекция для мужчин. В «Весен-Туках» прошел открытый краевой турнир по Олимпийскому тхэквондо «Кубок Пятигория», по итогам которого сборная команда Карачаева-Черкесии заняла второе командное место, завоевав 9 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовых медалей. Спортсмены республики завоевали также различные награды открытого турнира по греко-римской борьбе в памяти тренеров Волгограда. Обладателем золотой медали стал Ислам Шанов. На третьем месте почетного пьедестала Амир Миримуков. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 23 градусов выше нуля. В горах до 17 тепла. В центральных районах сохраняется высокая пожароопасность. Четвертый класс. В Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 21 градуса выше нуля. Это были Вести Карачаева Черкесия. Выпуск провела Альбина Охтова. Далее эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Всего доброго и оставайтесь с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok